А ты заметил, что я переоделся специально для этой студии, чтобы приветствовать нашего гостя? Потому что мы сейчас обсудим тему, как одеться, какой образ подобрать, да чтобы вам сделали предложение. И об этом мы поговорим с Анной Водопьяновой, стилист, руководитель собственной школы стиля. Доброе утро. Доброе утро, Анна. Доброе стильное утро. Спасибо. Ну, конечно, предложения делают кто? Обычно молодые люди, прекрасные, поэтому будем давать советы девушкам, как выглядеть так, чтобы это предложение услышать из ваших волшебных усилий. Какие советы мы можем дать? Самый главный совет, не надо всю свою красоту демонстрировать сразу. Есть, да, понемножечку, по чуть-чуть, и будем детально разбираться, что значит по чуть-чуть, и какие меры, что значит много, что значит мало. Начнем вот с такой глузы. Что-то прозрачное. Вы видите, она абсолютно прозрачная. И, конечно, если девушка захочет удивить, прямо отправившись в такой прозрачной блузе, то это будет чересчур, и вряд ли будет достигнуть тот эффект, который она хочет. Чем-то дополнить можно. Но если мы внутрь надеваем телесного цвета бельевой топ, это уже будет очень элегантно, потому что крой у нас интересный, и 100% девушка не останется незамеченной. И цвет красивый, такой нежный. И цвет красивый, нежный. Да. Что мы можем еще посоветовать девушкам? Если говорить про прозрачные элементы, они могут быть не такими большими, а могут быть деталями. Видите, как на этой юбке. Здесь у нас есть небольшой разрез, очень такой деликатный. И эта деликатность на самом деле то, что молодых людей привлекает. Почему? Потому что восприятие фигуры женской глазами мужчин и глазами прекрасного пола, оно отличается, потому что вы любите больше приталенный силуэт, какие-то детали, которые нам только намекают на то, что внутри находится. И хочется раскрывать и смотреть, что есть дальше. А вы все знаете, Анна, что мы любим, как она муж-то залезла к нам в голову. А брюки, значит, брюки мы не рекомендуем? Брюки рекомендуем, но на брюки наденьте вот такую прозрачную юбку. Я думал, только он ли? Нет, на брюки. Это точно юбка, подожди. Это точно юбка, которую вы, надев на брюки, получите вот такую завлекалочку, как говорила моя бабушка, и она будет очень даже интересной стилой. Стильный, и это тренд, между прочим, 2025 года. Такие прозрачные юбки? Такие прозрачные юбки, которые мы надеваем на что-то. Либо юбку на юбку. Многослойность, да? Многослойность и прозрачность такая загадка. Что мы еще можем посоветовать девушкам? Разрезы же могут быть как впереди, могут быть и сзади. Да, это на самом деле кажется, что разрез достаточно глубокий, но когда юбка садится на талию, уже получается очень все элегантно, тут все закрыто, а сзади немножечко сюрприз. Там даже кармашки есть. Да, очень логично. Мы же встречаем глазами, сначала оцениваем. Сначала оцениваем. Что еще мы можем рассказать про вырезы и разрезы, которые как раз говорят нам про интеллектуальную сексуальность, то есть про то, что девушка, скажем так, загадочная, но обладает таким серьезным интеллектом, да? Вырезы могут быть еще в районе рукавов. Вот, тоже такой интересный образ. Плечи прикрыты. Образ плечи прикрыты, рукавчики чуть-чуть открыты. И вот такой получается интересный баланс. Приталенный силуэт опять же. А можно ли это все совместить разом? И вот эту, и розовую. И эту. А вот давайте с вами совместим. Получится? Вот так. О, как. Вот, о, как. Летящий такой силуэт. Это может быть какой-то подиумный лук, когда девушка-модель, и это ее работа демонстрировать, например, нижнее белье, которое будет видно под вот этими прекрасными изделиями. Но если мы хотим... Но на свидание не рекомендуется. На свидание без, скажем так, нижнего слоя, без топа, или без юбки внизу, просто категорически я не рекомендую. Потому что будет много вопросиков. Вы же не вдвоем находите, это же общественное все-таки пространство. Да, все-таки на публике принцип уместности, это на самом деле одна из важных составляющих. Мы всегда должны думать, куда отправляемся. Завоевывать сердце прекрасных мужчин, ну, значит, надо как-то прикрыться. Да. А можно еще развить эту тему? А что точно не стоит на себя надевать? Какие правила? Я бы, наверное, не рекомендовала именно оверсайз. Почему? Потому что если мы хотим быть супермодными, классными, стильными, и отправляемся, например, со своими подругами куда-то, в кино, то можем оверсайз, пожалуйста. Если хотим с молодым человеком отправиться в ресторан, и вдруг мы там услышим это заветное предложение руки и сердца, то, конечно, я бы рекомендовала что-то по фигуре, да, со свободой прилегания, но то, чтобы показывала, демонстрировала, что девушка, ну, обладает определенными формами, которые мужскому глазу приятно там оценить, да. И здесь важно тоже понимать, что когда мы надеваем что-то приталенное, да, то, соответственно, молодой человек, так устроен мозг, да, рептильный мозг, вы понимаете... Нас сейчас обозвали, да? Не обозвали, это лимбическая система, рептильный мозг, да. Вот видите, как стилисты во всем должны разбираться, да, как работает мозг тоже. Как психология, потому что на самом деле без психологии просто стилист подберет одежду. А так мы же хотим управлять впечатлением, мы же хотим услышать эти заветные слова, поэтому должны очень много факторов принимать во внимание, да, и, соответственно, этот мужчина, когда смотрят на девушку, они в первую очередь на подсознательном уровне оценивают, беременная она или не беременная, да. Если облегающая, соответственно, доказательство, что нет. Если облегающая, соответственно, доказательство, что нет. И я могу спокойно делать предложение, потому что девушка свободна. Я даже об этом никогда не задумался. Спасибо вам большое, Анна, за то, что пришли к нам в студию и дали эти стильные советы. Анна Водопьянова – это стилист и руководитель первой лицензированной школы стиля в Красноярске и Красноярском крае. Если вы хотите получить серьезное образование в фэшн-индустрии с дипломом государственного образца, приглашаем вас на курс «Имиджмейкер-стилист». Обучение уже началось, но у вас есть еще шанс присоединиться. Ну а также приглашаем вас за модными советами в соцсети. Анны. Полезная информация уже ждет вас в телеграм-канале Водопьянова Стайл. Присоединяйтесь. Спасибо.